Творческая школа Теремок проходила несколько раз в городе Иматра в Финляндии, это рядом с Петербургом, очень удобно туда добираться. Детям там все созданы условия, там бассейн, там никто их не дёргает, никто не заставляет приходить ложиться вовремя спать, как в обычных лагерях. Они там предоставлены практически абсолютной свободе, много взрослых, одновременно приезжают и родители вместе с ними, там же отдыхают, находятся учителя, тут же живут в соседних номерах, и поэтому это получается такая единая, как сказать, единая большая семья. Разговоры о музыке происходят не только на специальном расписании, разговоры о музыке происходят везде, там на завтраке, на обеде, на ужине только об этом и говорят. Педагоги тут же живут преподаватели, они все молодые, все озорные, креативные. И детям это очень нравится, потому что они, когда они узнают, что от них не ждут совершенства, они начинают потихонечку расслабляться. И раскрываться. И раскрываться, да. То есть есть дети, которые очень быстро идут на контакт, очень быстро раскрываются, они привыкли, и в семье их, видимо, научили, и сами по себе психологически они раскованные дети. А есть дети, которые внутри интроверта, они наблюдают, они зажаты, бывает в семье неблагополучно. У нас были такие дети, которые держатся в тени, они держатся в тени. Но наша задача создать абсолютно вот такую, какую радостную, возвышенную, светлую атмосферу для того, чтобы ребенок вдруг сам сделал первый шаг. Вот. И мы замечаем и отмечаем это очень сильно. То есть мы видим, а это видно сразу, какой ребенок стесняется, зажат, боится того, что у него не получится, боится того, что он на инструменте еще недостаточно хорошо играет. Но вокруг сами дети, вот сами дети, они создают вот это поле благоприятства, которое благоприятствует, поле приятия. Вот приятия любого шага твоего. И когда вдруг на какой-то четвертый день, допустим, уже поздно, когда уже все объединились в ансамбле, все что-то начинают придумывать, и вдруг этот скромный ребенок вдруг начинает говорить, а я тут что-то там придумал, и я что-то хочу тут сделать, все на него обращают внимание и благодарят ему за то, что он это сделал. И он получается такой же, как и они, постаршие ребята, и что у него так же здорово, и что никто его не ругает за это. А наоборот, там такие овации. А наоборот, овации, поощрения. И первые шаги вот эти вот. Вот самое важное, вытянуть ребенка на первый шаг. И наша школа, она занимается именно этим. Вытащить творческий потенциал, который там дремлет, спит. Ребенок никогда сам, может быть, и в руке, и в карандаш, сам, может быть, никогда в жизни сам первую букву не написал бы без родителей. Вот. Всегда, может быть, он двигался под давлением по чьим-то. Но наша задача как раз вдруг разбудить в нем его и инициативу. И вот это является отличительной чертой вообще нашей школы. Пробуждение инициативы в ребенке. Мы не ставим высокой планке профессионализма. Потому что профессионализм приходит уже в зрелом возрасте. Так же, как и классику, многие начинают понимать уже, когда тебе стукнуло, перевалило за 30, кому-то за 40. Кто-то будет профессиональным музыкантом, кто-то не будет. Кто-то будет профессиональным музыкантом, кто-то не будет. Не в этом дело. Ведь наша творческая школа, почему она называется творческая школа, теремок, это не научить за 10 дней и хорошо играть на инструменте. Абсолютно нет. За 10 дней никто никакому ремеслу не научит. Никто, никогда, не верьте, ни языку, ничему не научит. Потому что профессионально научить – это годы работы. И вот что такое годы тяжелого, кропотливого труда? Это беззаветная отдача себя. А вот ребенок, когда от него требует беззаветной отдачи себя, он не понимает, почему от него это требует, потому что он ничего взамен не получает. Школа профессиональная, музыкальная школа особенно, она учит профессионализм, профессиональным вещам, очень здорово учит. Хорошо учит гамма, арпеджио, оттюды, программа специальная, классика, народная музыка, бах, полифония и так далее. Все разграничено и требование идет. Должен, обязан. Но радости ученик… Не всегда. …он не испытывает, потому что это для него повышенная нагрузка. Родители требуют, учитель требует, ему это тяжело, у него желания нет, он идет через счет. Оценку ставят. Оценку ставят и так далее. Что делается в творческой школе «Теремок»? Я уже сказал о том, что не требуют, а ждут. То есть дают высказываться всем самым активным. Они зачинают, они привлекают, они привлекают к себе более слабых. И потом, когда ребенок попадает среди своих сверстников и старших ребят, активных личностей творческих, когда они в этом кругу начинают твориться, загорается творческий огонь. Вот эти 10 дней проходят под горячим творческим огнем, который зажигает людей, которые не горят. Вот не все горят, вы понимаете. Но попадая в стихию, загораются все. Вот это понимание, оно приходит к ребенку, понимание, что он может сделать первый шаг. И для нас очень важно, научился он играть арпеджио или нет. Это нас не заботит. Для нас важно о том, что в данный момент он вдруг предложил здесь что-то маленькую какую-то, может быть, крикнуть, может быть, сказать, может, стукнуть. Присоединить. Элементарно желание присоединиться, а там педагоги молодые, азартные, покажут ему, что делать. И тогда он начинает работать. Ведь это происходит. Происходит запаливание детей на творческий процесс. Он загорается. Почему они в течение 24 часов в сутки не выпускают инструменты из рук? Кто-нибудь когда-нибудь из родителей мог этим похвастаться? Хвастаться, что видел когда-нибудь такую картину из педагогов? Когда после занятий дети приходят на обед, они приходят на обед с инструментами. Они уходят с инструментами. Они ложатся спать с инструментами. Когда горничные просят и жалуются директор лагеря, скажите, пожалуйста, своим детям, чтобы в 6 часов на балалайке они не играли. Потому что у людей уже пошла творческая мысль, они начинают гореть. Им надо выплескивать в любое время, в любое время суток. И там им это разрешается. Это, может быть, кто-то скажет антипедагогично, но все правила существуют. Правила отбоя, правила подъема. Но никто с кнутом не стоит. Дети находятся все в безопасности, в безопасных условиях вокруг взрослых. Они объяты любовью. Они это чувствуют. Везде любовь их окружает с первой встречи их из автобуса или с первой посадки в автобус. Им дается огромное количество инструментов. Туда приводится много инструментов. Ребенок осваивает и пробует не только свой инструмент. Видишь, что один и тот же уже успел и то попробовать, и другое. Да, он пробует в одном ансамбле, он на одном играет, в другом ансамбле он на другом играет. Мало того, он может встать и петь вместе с поющими ребятами, встать в хоровод. Там проводятся и уроки русского языка, и каллиграфии, и мастер-классы актерские, которые учат передавать информацию, передавать, каким образом ты, как исполнитель на инструменте, ты ее передаешь, как музыку ты умеешь передавать. И мастера передают эту информацию. И школа у нас, это проходило по России вплоть до Дальнего Востока. Она была во Владивостоке у нас. Отзывы шикарные, прекрасные отзывы. Люди до сих пор вспоминают и хотят эту школу Теремок. В Калининграде, там на базе их местной летней школы, они отдали под школу Теремок целый сезон свой. И 10 дней калининградские дети занимались. Они потом с Калининграда приехали в Иматру. Из Калининграда они потом приезжали несколько раз. С Дальнего Востока к нам приезжали несколько раз. Да, из Уренгоя к нам приезжали несколько раз. Мало того, несколько человек поступило в училище наше Санкт-Петербургское имени Римского-Корсакова, и теремоквартир в этом поспособствовал, потому что дети талантливые, и мы, которые талантливые дети, мы им помогаем поступать дальше учиться. Мы их связываем с профессорами консерватории, они приезжают через нас и устраиваем встречу и мастер-классы с педагогами из консерватории, из училища, чтобы дальше они продолжали обучение. В Твери проходило несколько раз на озере Селигер, там есть остров такой, на котором такой остров, там никуда не убежишь, и на этом острове это святые места, это святые места наших святых. Нил Столобенский, Нилова пустынь, вот там рядом, и там дух такой, дух, светлый дух Руси, можно сказать, да, мира и любви, то есть спокойствия. Дети приобретают там абсолютно внутреннее спокойствие, они не боятся выступать, потому что нету строгих учителей, там нету строгости. Вот. И огромное желание, конечно, творить и что-то, чему-то научиться делать. Вот. Каждый день концерты, каждый день концерты для того, чтобы это тоже некий тренинг, некий тренинг на публике, да, выражать себя. Но просто публика, это не чужие люди, это все свои. И вот ставится задача о том, чтобы вот сейчас ты не потерял какой-то уровень, который ты достиг, допустим, за эти там 3-4 дня. Вот. Чтобы ты на концерте или во время занятий достигаешь какой-то там уровень, да, вот, чтобы ты его не потерял. Вот. И заволнение не потерялось. И, в общем, дети показывают на концертах более высокий уровень, чем на занятиях, потому что они собираются, вот, они внутренне понимают задачу, и от них идет понимание вот этой ясности своей собственной задачи сейчас, вот, которые перед ними ставятся тоже и педагогами. Вот. А они объединяются не только в ансамбле, они объединяются в оркестре. А оркестр — это как бы одна общая такая, большая, объединяющая всех, как бы, звено, обязательное. И, с другой стороны, никто не хочет отказываться от этого. Все садятся в оркестре и все играют, потому что все понимают, всем нравится, всем хочется. Вот. Оркестр исполняет как сольное произведение, так и аккомпанементы солистам или вокалистам, или хору, вот, потому что дети, которые поющие, приезжают, с ними тоже занимаются вокалом там, вот, выучивают песни. Песни выучатся быстро, потому что петь легче, чем играть, вот, но вот дух, вот этот вот, который присутствует в песнях, вот, он как-то объединяет всех на русской почве. — Ну, и они поют фольклор такой очень интересный. То есть школа заканчивается каким-то очень большим концертом на очень солидных площадках концертных. — Да, это обязательное условие для детей, чтобы дети вышли на главный концерт. То есть все вот девять дней, допустим, они выходят здесь во внутреннем своем мире и знают, что им на десятый день придется выйти во внешний мир, на чужих людей, на тех людей, которые придут их смотреть. — Организовывается концерт в каком-нибудь там творческом центре. Вот у нас, допустим, это может быть и капелла, это может быть в Имотре, это там зал, концертный зал города Имотре, там в Осташкове, это концертный зал города Осташково. — Приходит обычная публика, и задача еще рекламировать народные инструменты, о которых, может быть, не все знают, не все знают возможности инструментов, а тут это все в исполнении детей. Это необыкновенно искренно, очень выразительно. — В нашу школу, вот из Таркасале даже приезжала группа, которая уже взрослых, взрослая группа, просто взрослые музыканты приехали, целый ансамбль из Таркасале в нашу школу. — Это где? В Таркасале это что? — Таркасале это Ямал-Ненецкий округ, вот, и они обучались в этой школе вместе с детьми, они готовились к конкурсу кроссовер, и потом, когда они уехали обратно, они приехали после на конкурс терем кроссовер и заняли второе место. — Они стали лауреатами конкурса кроссовер. — Вот, как бы, эта школа полезна как детям, так и взрослым тоже, и взрослые, причем этот коллектив — это струнный коллектив, это струнный камерный состав. — Ненародные инструменты. — Ненародные инструменты, виолочели, скрипки, альты, контрабасы и так далее, вот, фортепиано. — Они приехали специально в терем, потому что они знали, что для них это очень важно было пройти такие занятия, потому что они уже слышали, что эти занятия очень полезны. Вот, и действительно это оказалось так, потому что именно когда они после школы попали на конкурс, они заняли на кроссовере, по-моему, второе или первое место, я даже не помню. — На всяком случае очень достойно. — Они лауреаты стали, по-моему, они, по-моему, первое место сделали. — То есть тут и изучение инструментов, изучение русской культуры, глубокое. — Да, вот я и говорю, что не только народные инструменты, всякие разные, и все подключаются. Дети, которые поют, многие из них ещё играют на других инструментах, на скрипочке, на флейте, вот, в иматре тоже вот подключались, писали партии, простые партии, вот, чтобы можно было сыграть на флейте, сокомпонировать очень интересную песню. — Потом обработки современные, сегодняшнего дня ритмичные, вот, они заводные, озорные. — Вообще в разных стилях. — В разных стилях, да, и знакомство с разным стилем, и вообще вот, вот, быть сегодня, быть сегодня, разговаривать на сегодняшнем языке, и дети понимают, что они не какую-то архаику непонятную им постигают. Вот, хотя знать истоки обязательно нужно, потому что истоки им даются тоже, вот, но ощущать себя в сегодняшнем дне и чувствовать, не чувствовать ущербности, и что к этим инструментам без интереса там относятся. — Но, с другой стороны, всем интересен именно своими корнями музыкант, своими корнями, потому что… — Да, всем, ведь ребенок от чего радуется? От того, что то, что он что-то предложил, у него получилось, от того, что ему что-то показали, вдруг он это, как бы, вот, прочувствовал, он вошел в этот… Никогда он этого не делал, и вдруг он начал это делать. Они, многие, большинство из них, никогда не играли той музыке, которая там звучала, они никогда так быстро не выучивали, они… Потому что выучивание идет мгновенно, поражаешься просто эти темпы… — Они быстро запоминают. — Они быстро запоминают и темпу постижения вот этой всякой… Вот они… Один смотришь, один и тот же музыкант в разных составах, и все это он в голове держит. У нас такой контрабасист Арсений был, который… Он есть, Арсений, который вот в ансамбле «Теремок» в инструментальном, он играет на контрабасе. Он в школе… Контрабас не вынимал просто из рук. — И на гитаре играл, и на кахоне играл. — И на кахоне играл, да, на гитаре играл, в разных сценках участвовал там. Ну, а контрабас вот в каждом, в каждом, в каждом, практически, ансамбле, он был там на разрыв, и ему нравилось это, что все нуждаются в нем, он чувствовал, что он помогает всем, и у него возникало ощущение радости от этого, радости, что вот его творчество, вот он может сыграть вот этих, вот немного этих нот, но они все, потом они ритмические, довольно сложные, вот, но он нужен всем, вот. И вот эта вот нужность вдруг вот от того, что… Это совсем другая жизнь, это жизнь, которую не найдешь нигде, у нас нету таких творческих союзов, объединений на Земле. Духовных, объединенных одной идеей, нету нигде, где бы дети могли чувствовать себя вот так вольно в своем творческом процессе. Это обучение, да, это обучение альтернативное, как бы традиционной школе, это в помощь традиционной школе, это обучение как бы в помощь традиционной школе для того, чтобы мы даем ощутить любовь и радость музицирования, чтобы потом, после нашей школы, ребенок вернулся в музыкальную школу и понимал, какую радость он может доставлять всем вокруг, и зачем ему нужна эта гамма, и зачем ему нужна сольфеджио, и зачем ему нужно учить гармонию, вот, потому что он понимает, что для того, чтобы быть полноценным музыкантом, вот это все ему будет нужно, вот, потому что испытывает… Он испытывает радость от того, чем он делится. И счастье от того, что… И счастье, конечно. Это будут незабываемые моменты жизни. Мало того, они останутся, кем бы он ни был на всю жизнь останутся. И я вас уверяю, если ребенок найдет потом в будущем свою собственную специальность… Креатив нужен везде. Он будет искать вот эту радость творчества в этой специальности. Планка очень высокая, вы понимаете? То есть, у нас все системы профессиональные, которые… Система, где человек работает у нас, да, где он предлагает свою профессиональную деятельность, А они все структурированы… Иерархически. Структурированы, да, иерархически без творческого начала. И проявлять, и быть творцом в этих структурах, даже если ты профессионал, очень сложно. Потому что атмосфера вокруг тебя не создается той радости, со-творчества. А здесь вот такая высокая планка. И человек, когда в дальнейшем выйдет в специальности, он будет искать таких же людей, которые способны будут творчески радовать друг друга. И вот здесь могут быть открытия, прорывы. Прорывы в любой области. Космической, химической, медицинской, какой угодно. Потому что была когда-то, была вот та радость творчества. Была та свобода творчества. Где ты мог себя проявлять, где тебя за руку никто не хватал. Все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...